Дом Месси и Пеле им пока далеко, но это никак не умаляет их желание играть в футбол. Известные футболисты тоже были когда-то детьми и также азартно гоняли мяч. Дать будущим звездам футбола возможность развиваться призван федеральный проект «Футбол в школе». В этом году участие в нем принимает детский сад «Золотой петушок». В случае успеха учреждение может получить спортивный инвентарь. Главное – соответствовать критериям участия в проекте. Среди них увлеченность спортом самих ребят. Ее оценивают слободские тренеры и заодно присматривают потенциальных игроков для своей команды. Есть интересные ребята в маленьком возрасте, самое главное – это чтобы они занимались и чтобы играли в разные подвижные игры. Есть интересные ребята, у которых мячик ближе к ножке, ведение. Если будут заниматься, там уже покажут дальше, что из них получится или нет. Очень важно и желание, и стремление. Инициатор проекта – Российский футбольный союз. Он предоставляет школам мячи, насосы, конусы, манишки, атрибутику судей и фишки для разметки игрового поля. Лицей и 14-я школа в прошлом году уже получили такие комплекты стоимостью около 100 тысяч рублей. Кроме того, для перспективных юниоров провели мастер-класс именитые спортсмены и чемпионы России. Теперь эти ребята уже сами общаются с дошколятами, как довольно опытные и успешные игроки. Наши достижения – это второе место в области по мини-футболу, поездка в Нижний Новгород на соревнования. Потом первое место по кожаному мячу 11 на 11. Мы уехали в Нижний Новгород, также в Суходол играть 11 на 11. Потом про личные достижения была область 11 на 11. Я там стал лучшим полузащитником области. Тренировка в спорткомплексе «Красный якорь» для детей – настоящий спортивный праздник. Возможность попробовать свои силы в спорте, поучаствовать в соревновательных моментах и научиться чему-то новому. Таким мячиком играет настоящий футбол 11 на 11 на стадионе. На самом деле все дети загорелись, спрашивали практически все. Вся группа сказала, что они хотят заняться спортом. Единственное, посмотрим до сентября, хватит ли у них запала в организме, надо будет повторить. Я думаю, большая часть группы хотя бы на пробное какое-то занятие пойдет в секцию футбола. Сложно это голы забивать? Если ходить в настоящую секцию, да, а тут не сложно. Вам помогали, потому что… Сам ты спортом занимаешься каким-то? Легкой атлетикой. А что ты делаешь там? Делаю шпагаты, перекувыркаюсь. В футболе не только мальчики. Девочкам этот вид спорта тоже интересен. Особенно, если пример для подражания рядом. Тебе понравилось сегодняшнее занятие? Да. Почему понравилось? Потому что мой брат любит футбол и я люблю футбол. А тебя футбол учит? Да. Что он тебе показывает? Он мне показывает змейку и змейку как делать. Мы с ним играем в футбол тоже. Со скольки лет можно заниматься футболом, за какие футбольные команды болеют слободские спортсмены, любимые игроки местных футболистов. Вопросы игрокам слободского футбольного клуба сыпались как из рога изобилия. Вполне возможно, что число воспитанников местной футбольной секции вскоре заметно вырастет. Субтитры сделал DimaTorzok